Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Его морили голодом. Три года голода. А он не то, что не сдавался, он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял. Ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает. Моего мужа было не сломить. И ровно поэтому Путин его и убил. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина. И она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Не молчите. Сопротивляйтесь. Выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало. Стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны. Против коррупции. Против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.